всем привет я снова из токио и сегодня я покажу то что можно увидеть на улице каждый день спеша куда-то по делам обычно ты не обращаешь внимание на мелочи которые окружают тебя сегодня когда под рукой всегда телефон с видеокамерой а в голове мысли о том что нужно снять и сделать новое видео начинаешь замечать интересное в обыкновенном обыкновенном для токио для японии эти деревья это пока еще не сакура но ранние сорта сакура уже зацвели я видела немного по городу в основном же бутоны на сакурах очень уже набухли и вот-вот распустятся и думала что буквально на этих выходных можно будет поехать куда-нибудь на ханами но погода резко испортилась в эту пятницу лил холодный дождь а температура и вовсе была меньше десяти градусов по токийским меркам это прямо зимний денек потепление в любом случае будет хотя пока прогноз погоды обещает дожди между тем думаю что многие такие цен надеются на хорошие деньки особенно выходные дни чтобы все таки пойти под цветущие деревья на пикник тем более что этот понедельник будущий понедельник снова красный день календаря это день весеннего равноденствия день любви к природе и восхищение всем живым этот праздник официальный выходной по всей стране так что посмотрим что будет сакуры какая погода будет стоять это пока не сакура это я смотрела на цветущую сливу по токио в японских парках и на улицах высаживают не только сакуру ну и в качестве цветущих деревьев высаживают специальные сливу в японских парках очень часто есть зоны где высажены сливы и поляны с сакурой слива все еще цветет хотя дождь и поэтому все цветы конечно облетают очень быстро но в прошлые выходные многие вышли на пикника и расположились на лавочках или просто на земле под сливами мой женский взгляд на японские дороги там тоже среди машин можно сделать видео про стрит-стайл каждый выпендривается ну тот кто хочет как может оговорочка кто хочет у кого есть возможности а в этом милом фургончике продают французские блинчики и крепы в японии они бывают со всевозможными начинками это наверное самый популярный десерт на улицах токио здесь один такой блинчик с начинкой стоил около пяти долларов и меню представлено в виде таких пластиковых макетов в основном это взбитые сливки с фруктами но была и ветчина с сыром и с листьями салата в токио очень много тематических торговых улиц и и здесь неожиданно я оказалась на одной из них где продавались только гитары всем известно аки хабара это место где продается бытовая техника и электроника это такой называют город в городе электронный город известные с давних времен но кроме этого в токио есть и небольшие улицы где братаются например только спортивной одежды и спортивные товары есть улица где продаются старые книги и вообще очень много книжных магазинов есть улица где продаются ткани и все необходимое для рукоделия шитья ну и на улице где продается посуда и все необходимое для ресторанов мы уже с вами были в одном из предыдущих видео и вот неожиданно буквально порядка десяти магазинов на одной улице где продаются только гитары это даже не музыкальные инструменты а именно одни гитары и юки лили ну все что с этим связано струнные инструменты в магазина я не заходила проходила мимо но сложилось ощущение что там можно купить что угодно если ты гитарист и найдешь себе там все что нужно или если ты начинающий гитарист тоже можно купить гитару попроще цены судя по ценникам на улице от 150 долларов и как обычно до бесконечности рассказала вам как здесь продаются только гитары и в предыдущем кадре увидела что на втором этаже магазина были и разные духовые инструменты а в магазине который сейчас кадре продавали скрипки но все равно гитар было очень много ресторан на другой стороне дороги с автоматом чтобы заказать себе то или иное блюдо нужно выбрать соответственно что ты хочешь в этом автомате нажать клавишу заплатить и взять талончик цены смотрю здесь от 4 долларов и тут же как и во многих ресторанах и японии пластиковое пластмассовое меню чтобы наглядно можно было себе представить какое блюдо придет и блюдо будет действительно таким же как на образце кстати цены в подобных ресторанах с автоматами обычно дешевле чем других ресторанах и поэтому они пользуются особой популярностью мы же с вами сегодня зайдем в булочную и накупим всякого разного хлеба булочек и бутербродов из коробочки выглядывает сэндвич с яйцом очень любят его в японии во всех мини-маркетах и во всех булочных во всех пекарнях всегда есть такой сэндвич в ассортименте там яйцо бывает мелко порезанное бывает крупное и с майонезом перемешанное вот такой ассортимент был там куда я зашла есть и привычная выпечка но и есть что-то свое японское в бумажной упаковке пончик с мясным карри вокруг разные сосиски и хот-доги в тортильи тоже сосиска соусом торияки зеленый хлебушек это что-то с зеленым чаем написано маччо пай популярны в токио итальянские бутерброды панини и английские маффины кроме одинокой фокаччи с ветчиной и сыром все остальное здесь шоколадом это аппетитная булочка с курицей и перцем с юзу юзу это японские цитрусы это сифоны для кофе которые честно говоря я увидела в первый раз и очень этим процессом процессом приготовления кофе заинтересовалась встала и стала снимать как же там все это будет происходить пока наблюдаем за процессом поделюсь и знаниями пошла почитала конечно же что это такое оказалось что сифон был изобретен в германии аж в тридцатых годах 19 века и любители кофе пользовались этим агрегатом и готовили кофе на виду потому что сифоны были очень красивыми и приготовление кофе было таким развлекательным процессом чтобы позабавить гостей так что не случайно и я увлеклась этим зрелищем потому что этим процессом любовались еще 200 лет назад чашка такого кофе стоило здесь чуть побольше чем два с половиной доллара кофе из кофе-машины здесь какая-то простая стояла кофе-машина нажимаешь кнопочку и она все готовит стоил на копеечку побольше на первый взгляд кажется что принцип такой же как просто заварить кофе в кофе прессе но говорят что кофе сифона удивительно ароматный и нежный несмотря на то что считается япония чайной страной здесь одинаково продается и в одинаковом количестве и чай и кофе и все это можно купить в любом автомате бутылочка зеленая этикетка это чай а все остальное справа кофе подобных автоматов по токио да и по всей японии очень много и продаются там всевозможные разные напитки и энергетики и кофе чай и вода газированная негазированная соки и даже супы очень популярен зимой горячий кукурузный суп пюре кстати напитки могут быть и холодными и горячими те напитки рядом с которыми синий этикетка продаются охлажденными если этикеточка рядом красная значит этот напиток будет продаваться теплым справа напиток который когда-то мне казался чудесно вкусным и необыкновенным в нем кусочки алоэ и белого винограда и снова чай зеленый и кофе и этих бутылочек и баночек больше всего чай кофе кофе сладкий кофе несладкие кофе с молоком чай тоже продается с молоком как черный так и зеленый до недавнего времени я в основном ездила на велосипеде но сейчас мы переехали и расстояние стали побольше так что пришлось освоить автобус автобусные остановки в токио не всегда с навесом лавочкой очень часто это просто знак в виде зеленого автобуса или такого символа и наклеенное расписание и маршрут автобусов в общем-то и все кстати этот символ это знак токио он выполнен на виде листочка дерева гинко и также напоминает букву т токио это тоже автобусная остановка и кто-то поставил раскладной стульчик рядом стульчик это конечно редкость вот такие остановки привычные всем нам есть по токио тоже и загадка найдите здесь символ токио это все тот же листочек дерева гинко в городе он повсюду в том числе на ограждении оплатить проезд можно проездной карты или монетками при входе в автобус на сиденьях изображен снова непонятный зверек это очередной герой маскота в данном случае токийского автобуса на самом деле это не жучок это такое насекомое на колесиках что ли у каждого маскота есть имя здесь тоже она есть но не суть как говорится большинство остановок на маршрутах по требованию и у каждого сиденья на каждом поручне есть специальная кнопка если тебе нужно выйти на следующей остановке нужно ее нажать водитель смотрит если никто не нажал кнопку и на остановке нет людей то тогда автобус может проехать мимо сравнению с метро поездами электричками конечно автобус едет медленно но надежнее вот например сейчас после последнего сильного землетрясения случился сход скоростного поезда с рельсов и не знаю когда это восстановится и сейчас сообщение между префектурами нарушено и люди чтобы приехать в токио вынуждены пользоваться самолетом и автобусами землетрясение которое случилось недавно оно произошло чуть севернее токио в другой префектуре но в токио она тоже ощущалось нас трясло хотя у нас дома ничего не упало но там где она была действительно сильным большие разрушения и в некоторых домах до сих пор нет воды поэтому людям приходится таскать воду в канистрах везде приехали машины не знаю восстановилась ли электроснабжение но тоже было нарушено разрушены дороги дома выбиты стекла в зданиях не говоря уже о том что все кругом и в магазинах и на рабочих местах и дома попадала и нужно разбираться и убираться но землетрясение в японии не первое и точно не последнее так что что разрушилась нужно восстанавливать что упало надо поднимать на этой боевой ноте я заканчиваю свое видео всем спасибо что смотрели и слушали меня до скорого пока